По факту взрыва газа в одном из жилых домов Елутровска возбуждено уголовное дело. ЧП произошло накануне. Утром пострадали 4 человека. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Взрыв прогремел примерно без 10-9 утра. Эпицентр был в квартире на первом этаже. Там никто не жил, помещение готовилось к продаже. Ударная волна была такой силой, что по всему дому пошли трещины, а на втором этаже выдавило наружу кусок стены. Хлопок какой-то повернулся, кухня падает, гарнитур все на полу. Побежал в другую комнату, ребенок спал маленький. Ребенка схватил все и в подъезд, старших выгнал группу. К счастью, взрыв газа не вызвал пожар. Первые спасательные подразделения прибыли спустя щитанные минуты. На месте развернули оперативный штаб и подогнали два автобуса для размещения жильцов на первое время. Прибывшее первое подразделение оказывало помощь вот этих вот пострадавших. Они уже принимали и непосредственно передавали в бригаду скорую помощь. Ну и со второго этажа помогали эвакуировать детей. То есть там как было разрушение речной клетки, то есть непосредственно тоже принимали участие. При взрыве пострадали 4 человека. Мужчина получил порезы и ушибы, осколком выбитого стекла ранило шедшую по улице женщину. Больше всех пострадали мать и трехлетний ребенок. У них ожоги от 50 до 70 процентов кожи. Пациенты доставлены в тяжелом состоянии, в состоянии ожогового шока. Транспортированы в отделение реанимации, им оказана первая медицинская помощь. Проконсультировались через центр медицинных катастроф с комбустеологами областной больницы и вызваны специалисты на себя. Мальчика этим же вечером отправили в ожоговый центр в Тюмень. Решается вопрос о переводе туда и его матери. Остальные 19 жильцов дома пока расселились у родственников. Хотя в любой момент могут воспользоваться муниципальным временным жильем. У нас маневренный жилой фонд есть, он будет предоставлен. Граждане там могут до года проживать свободно. И соответственно, когда мы это все первоочередные мероприятия проведем, после этого мы будем разбираться индивидуально, кому там что предоставлять, кому не предоставлять и прочие все моменты. То есть у нас никто на улице не останется. С сегодняшнего утра на месте происшествия работают экспертные комиссии. Им предстоит выяснить причину взрыва и решить дальнейшую судьбу здания. Николай Смирнов, Роман Чинахов, Тюменское время.